Здравствуйте, на связи Дистрикт и в сегодняшнем видео мы продолжаем с вами разбор Android разработки и поговорим об очень таком эффективном и часто встречающемся в различных топ-приложениях элементе, как Bottom Navigation. Если вы откроете, например, мобильное приложение YouTube или тот же ВКонтакте или Инстаграм, то увидите, например, на YouTube, смотрите, вот внизу навигационная панель. Это топовый элемент, который предоставляется с библиотекой Material Design. Именно в этом видео мы разберем, как же мы можем его создать. Но так как, как я сказал ранее, этот элемент поставляется библиотекой Material Design, если вы хотите научиться делать вот такие классные вещи, как этот Bottom Navigation или овладеть всеми другими крутыми виджетами, или, например, научиться делать вот такие крутые навигационные фишки, да, как навигационное меню или выезжающие панели, то есть стать современным, нормальным, современным разработчиком, то я рекомендую пройти мой курс по библиотеке Material Design. Скидка сейчас идет в 60% и курс доступен всего лишь навсего за 900 рублей. То есть за 900 рублей вы получаете 33 урока и от меня обратную связь. И вы можете за... Ну, все зависит от скорости, как вы будете усваивать. Можете хоть за неделю его пройти и получите новый навык. И плюс в копилку своих скиллов, как Android разработчика. Ну, а мы начинаем. Для начала мы должны создать с вами проект. Давайте create new project. Пустой проект. Next. И давайте... Ну, мы будем как бы для магазина создавать. Давайте назовем, допустим, по названию магазин. Вот так вот. И мы будем размещать файлы. Ну, в принципе, не важно, где мы их будем. Ну, давайте. Мы будем размещать файлы в папке. Ну, давайте. Я выберу Android Developer. И здесь создам папку Shops. О том, почему это так нужно, это оно так важно, я рассказывал в своем фильме по основам Android. Если вы не видели, можете посмотреть. Ссылка также будет в описании. Окей. Для того, чтобы записаться на курс, ссылка также будет в описании под видео. Финиш. Собирается наш проект. И в первую очередь, что нам нужно сделать. Узнать, какая версия Material Design сейчас самая актуальная. Для вас ссылка на этот сайт, где можно посмотреть актуальную версию, будет в описании также под видео. И вот я открыл перед собой сайт. И последняя стабильная версия. Это можно посмотреть. 1.3.0. Ну, есть еще. И, как вы можете видеть, сколько использования у нее. Ну, есть еще с версией в состоянии альфа и бета. Ну, давайте подключим в 1.3.0. Поэтому, что на этой версии хорошо Bottom Navigation C работает. Так, наш проект почти собрался. Давайте зайдем в BuildGradle Applications и подключим вот здесь Data Binding. Отлично. Теперь нам нужно создать переменную с нашей актуальной версией Material Design. Как я сказал, актуальная версия библиотеки 1.3.0. Вот я создал переменную с версией 1.3.0. И теперь подключаем нашу библиотеку. Код подключения также будет у вас в описании. Куда-нибудь вниз сюда вставим его. То есть, я подключаю здесь нашу переменную MD, которая содержит уже версию нашей библиотеки. Теперь следующее, что нам нужно сделать. Нам нужно перейти в ресурсы, в папочку Value и открыть под папочку Thames. Открыть два здесь файла. Темы для обычной версии и для темной версии. Код также. Теперь нам нужно прописать без Actions Bar. То есть, выбрать стиль вот такой, но Actions Bar. И то же самое для светлой темы. Сделать. Отлично. И теперь по поводу цветов. Давайте сделаем. У меня темная тема, поэтому я буду показывать на темной теме. Если вы не знаете, как работать с разными вариантами темы, я вам советую посмотреть мой фильм по словам Android. Там я все подробно разбираю. Ну, здесь давайте подключим. Отключим черный цвет. Черный цвет. Либо можете заказать у меня экспресс-обучение, на котором, с помощью которого я лично с вами могу поработать и очень быстро вас натаскать по основам Android. Все. Мы подключили библиотеку. Мы настроили все стили. Теперь давайте синхронизируемся. Я думаю, это все довольно-таки быстро пройдет. Отлично. Что такое Bottom Navigation? Bottom Navigation будет у нас содержать, как вы видите, различные иконки с подписями. И при тапе по каждой иконке будет подгружаться определенный контент. Этот контент мы разместим в трех разных фрагментах. Но по факту вот этот список иконок, которые внизу в ряд идут, это обычное меню. Поэтому нам нужно создать сначала меню. Для этого в папочке res создаем директорию меню. И внутри этой директории меню давайте создадим файл, меню ресурс файл. Назовем его bottom menu. Отлично. Создаем, переходим во вкладку код. И у нас открылся вот такой пустой файл. Также образцы всех кодов будут у вас в описании. Я просто беру, это все выделяю и вставляю готовый код с меню. Что здесь такое? Смотрите, меню открывается. Открываются две стандартные библиотеки, чтобы могли обращаться к чипу Android и по App. Далее, каждый пункт меню представлен вкладкой Item. В идеале в bottom navigations рекомендуется размещать от трех до пяти пунктов меню. Но я выберу золотую середину и размещу четыре пункта меню. Давайте у нас это будет, ну во-первых, Home. Давайте назовем Home Item. Также у нас будет это Shop Item. Также это у нас будет Shop Item. Что я сейчас делаю? Я устанавливаю для каждого нашего пункта меню индивидуальный идентификатор для того, чтобы потом мы могли связаться с этим конкретным пунктом меню, чтобы следить по какому пункту меню выполнен Tab, то есть нажатие. Дальше давайте, ну у нас будет избранная, да? Избранные товары. И давайте, что сделаем? Можем аккаунт сделать. Все, отлично. Смотрите, вот это свойство Show As Actions со значениями Frump говорит нам о том, что мы всегда должны показывать эту иконку вне зависимости от размеров экрана. Теперь нам нужно подключить иконки сами и заголовки. Давайте в string зайдем. Нам нужно создать четыре переменных, четыре строковых значения для каждой иконки, для каждого пункта меню. Ну и назовем, естественно, их тут, допустим, home, здесь shop. Это мы создаем ключи, по которым будем связывать вот эти строковые значения с нашим, с каждым пунктом меню, который находится в самом меню, да? Ну то есть сейчас увидите все. Это для того, чтобы мы могли по принципам ресурсов подключить заголовки к нашим пунктам меню. И теперь уже вводим сам текст, который будет отображаться с пунктами меню. Все отлично. И теперь возвращаемся в наше меню. И тут home уже подключилось автоматически. Смотрите, здесь подключаем shop. Мы связываемся с файлом string, который находится в ресурсе, для того, чтобы по принципам ресурсов подключить все необходимые заголовки для наших пунктов меню. Аккаунт. Отлично. Ну что, теперь давайте мы с вами загрузим иконки с классической библиотеки Android. Для этого throwable, правая кнопка мыши, вектор ассет. И давайте прямо здесь home вводим. Нам нужно найти домик, то есть главное. Выбираем. Окей. Цвет ставим белый. Выбрать. Нет, что я промахнулся. Вот тут белый. Белый. Заголовок делаем home. Next. Finish. Дальше. Следующую иконку мы делаем. Vector set. Мы давайте сделаем shop. А, нам нужно целую иконку выбрать. Корзина. Basket. Вот она корзина. Убираем. Называем ее basket. Ну и белая. Отлично. Finish. И теперь мне нужна избранная. Да? Правая, по-моему, сейчас... Hard называется она, по-моему. Так, он вот. Сейчас выбираем иконку. Вот это сердце выбираем. Окей. И даем название для иконки. Все. Next. Finish. Сюда подключаем нашу иконку. Она из ресурсов подгружается. И последнее изображение, последнюю иконку. Это аккаунт. Давайте выбираем. Здесь ищем. Ну, в принципе, вот такую можно выбрать иконку. Давайте. Account. Finish. Account. Отлично. Аккаунт. Все сделали. Теперь можно это меню закрыть. Так. Эту тему также можно закрыть. String. Можно закрыть. Build. Можно закрыть. Так. Что теперь нам нужно... Что теперь нам нужно сделать? Теперь нам нужно зайти в наш activity. Итак. Как работает bottom navigations? Вы в нашем главном activity размещаете этот bottom navigations, а все из контента подгружаем из фрагментов. Нам нужно с вами создать 4 фрагмента под каждую иконку, под каждую как бы вкладку. То есть, ну, по факту она работает как вкладка, да. Вы тапаете по одной иконке открыт, ображается одна вкладка, по второй другая вкладка и так далее. Нам нужно создать 4 фрагмента. Создаем первый фрагмент под вкладку home. Мы ничего не будем здесь насаживать в классе. Нам нужно просто разместить иконку для того, чтобы мы визуально видели, какая вкладка погружается. Фрагмент blank. Ну, здесь уже давайте shop. Да, назовем. Finish. Следующий фрагмент. Создаем фрагмент blank. Избранная. Finish. И последний аккаунт. Нам нужен фрагмент. Finish. Вот у нас есть 4 фрагмента. Начинаем с home. Нам нужно разместить здесь иконку нашу. Иконка размещается в виджетке image view. Вот AppCompate image view. Вот мы разместили наш виджет AppCompate image view. По ширине, по контенту. По высоте, по контенту. Теперь нам нужно подключить нашу иконочку через src. И это раз у нас home, значит здесь иконочка должна быть home. Прям по поиску ищем. Drawable home. Здесь мы для примера это делаем. Нам здесь не нужно прям верстку какую-то делать. Мы просто слэшем, закрываем все это дело. Нам просто нужно отобразить иконочку и все, и больше ничего. Копируем этот виджет. Переходим во следующую вкладку. Это у нас вкладочка shop. И сюда вставляем этот виджет. Только теперь уже сюда подключаем basket. Нам нужна иконка. Так. Отлично. Отлично. Теперь в избранное. В код. Также подключаем сюда виджет image view. Так. Подключили в аккаунт. Переходим в код. Также сюда подключаем виджет. Аккаунт. Все отлично. Все мы сделали. Теперь переходим в XML файл нашего активити, нашего экрана. И тут уже мы должны по байдингу все делать. Лайяут слой создаем. Закрываем его. Все, что вне лайяута, копируем. Удаляем. Вставляем сюда. Здесь библиотечку вниз. Здесь копируем сначала все эти подключения. Вставляем их в слой. Лайяут. Отлично. И у нас основной контейнер ConstraintLayout. XU нужно удалить. Он не нужен. Итак. Bottom Navigation должен у нас отображаться в лаяуте в слое координатор лаяут. То есть у нас основной слой ConstraintLayout. Потом идет на зрение его слой координатор лаяут. И потом уже Bottom Navigation. У вас также в описании будет код на XML шаблон нашего Bottom Navigation. Я сейчас его просто скопирую. И расскажу вам, что тут за что отвечает. То есть смотрите. Мы вставили. У нас есть тут прослойка координатор лаяут. В котором мы разместили Bottom Navigation. Координатор лаяут мы разместили по всю ширину, по высоте, по контенту. Но так как у нас Bottom Navigation должен размещаться в самом низу экрана. То нижний край этого координатора лаяута мы разместили по нижнему краю родителей ConstraintLayout. ConstraintLayout. Который растянут на весь экран. То есть по факту мы говорим, что размещать координатор лаяут в самом низу экрана. Да, и слева-вправо мы его растянули. Ну, у нас так на всю ширину. В координатор лаяуте у нас Bottom Navigation находится. Да, у Bottom Navigation мы задаем ID-шник обязательно, потому что с ним мы будем связываться потом. По ширине у нас на весь экран. А высота имеет очень интересную определенную высоту. Высота Actions Bar. Запомните это значение. Это очень важно. Фон у нашего Bottom Navigation мы сделаем черный. Да, вот Elevations это задает тень у границ. Это очень видно, когда у вас, допустим, белый фон и белый, белый Bottom Navigation. Ну, на черном тоже немножко будет видно. Что мы дальше делаем? Во-первых, нам... Так, что мы дальше делаем? Помните, мы с вами создавали меню. У нас есть... Вот в Bottom меню мы создавали с вами. Нам для того, чтобы отобразить здесь те иконки, которые мы создали, да, ну, то есть, как я говорил ранее, в Bottom Navigation по факту выгружается меню. В общем, нам нужно это меню, созданное нами ранее, связать с нашим Bottom Navigation. Поэтому мы должны ввести его название и указать путь. Вот, путь Bottom меню. Отлично. Что вот это за две величины? Это вот то, о чем вам не расскажут, скажем так, в инструкции к Material Design. Это именно одно из того... Это одна из тех причин, по которым стоит записаться ко мне на курс, потому что я рассказываю нестандартные вещи, которые вам понадобятся для работы с Material Design. Нам нужно, чтобы при этапе по какой-то вкладке, когда она станет активной, она должна стать не белого цвета, а оранжевого цвета. Как это сделать? Для этого нам нужно создать в файле Color, ну, то есть, мы как бы цвет будем менять, поэтому в файле Color... Точнее, нам нужно создать папку Color. У нас нет этой папки, у нас просто есть файл Color. А нам нужно создать в папке res под папку Color. Давайте создадим директорию. Создаем. И в нее, внутри этой директории, создаем файл ColorTap. Код, который я сейчас ставлю, будет также у вас в описании. Вставляем. Я сейчас расскажу, что здесь происходит. Мы говорим, что если наша вкладка, то есть, item, имеет статус true, то есть, истинно выбранной, то есть, мы если тапнули по ней, мы ее выбрали, то подключаем вот этот цвет. В нашем случае, orange. Вот такой цвет. Orange Dark. Это из классической библиотеки Android. Мы свет подгружаем. В ином случае, цвет белый. Все. Закрываем. И вот сюда мы в качестве цвета иконки подключаем наш файл. И в качестве текста возле иконок, мы подключаем наш файл. То есть, цвет будет определенный. Видите, у нас наполовину стал оранжевый, наполовину черный. В зависимости от того, либо мы выбрали нашу вкладку, либо мы не выбрали. Все. По XML шаблону здесь почти все, но есть одна вещь. Когда мы тапаем по какому-то пункту меню, у нас должен выгружаться контент. А куда он у нас должен выгружаться? Он у нас должен выгружаться во фрагмент. Фрагмент этот будет расположен сверху координатор layout. Поэтому мы сверху координатор layout должны с вами ставить специальный виджет frame layout, то есть виджет для выгрузки контента. Сейчас я вам расскажу, что здесь за что отвечает. Это ID-шник. Он нужен обязательно, потому что мы будем прописывать выгрузку в этот контент всю необходимую информацию. По ширине он по контенту, по высоте он по контенту. Размещается по стандартному в constraint layout сверху. Мы хотим его разместить по центру. Поэтому мы его прижимаем к верхнему краю, к нижнему краю и по сторонам. Здесь можно, конечно, было и start и end прописать, но пусть останется так. Так, мы с XML-шаблоном закончили. Теперь переходим в main activity. Здесь, во-первых, нам нужно в Kotlin-классе подключить binding. Private var binding. Опять же, если вы не знаете, что такое binding, то я вам советую посмотреть мой почти трехчасовой фильм по словам Android. Вот activity main binding. Делаем нулабельный. Спускаем здесь вниз. И здесь, перед setContentView обращаемся к binding. Вызываем data binding util. Ставим точечку. SetContentView подключается у нас. Здесь this и запятую ставим. Все, binding подключили. Во-первых, нам нужно по умолчанию выгружать какую-то вкладку. По умолчанию у нас будет активная вкладка home. То есть, выгружать контент из вкладки home нужно. Я вставлю этот код. Опять же, весь код будет у вас в описании к видео. Мы через support fragment manager подключаем выгрузку нашего контента из фрагмента home. И подгружаем в наш виджет frame layout. То есть, давайте сейчас еще раз откроем activity main. Вот, в этот фрагмент мы собираемся выгружать наш контент. Этот фрагмент имеет ID-шний контент. Вот он. Связываемся по контенту через ID-шник. И выгружаем наш фрагмент home. Вот он, home. Все отлично. Теперь нам нужно повесить на наш bottom navigations прослушиватель тапов. Вставляем сюда. То есть, мы через binding обращаемся по ID-шнику к нашему bottom navigations. Вот он, ID-шник его. И вызываем специальный прослушиватель set on navigations.intem.selected.listener. Передаем this, потому что мы будем все проворачивать через интерфейс. Здесь, где у нас идет наследование от базового класса. Ставим запятую. Выгружаем bottom navigations.view объект. Ставим точку. И вот этот выгружаем специальный интерфейс on navigation.intem.selected.listener, в котором уже реализован функционал прослушивания тапов по нашим иконкам. Но увидите, здесь у нас окрасился наш класс в красный цвет. Вам нужно навести, вот тут красная лампочка, нажимаем треугольничек возле нее, раскрывающийся, и выбираем импортировать методы. Ок. Вот мы импортировали метод. Ну, я сейчас ставлю код, заготовленный специальный, которым я часто пользуюсь. Ну, это тот же метод, сейчас я вставлю, вы увидите, это тот же метод. Просто я уже прописал, что должно происходить. Смотрите, я вам сейчас все расскажу. Экземпляры кода будут также у вас все в описании. Мы его взимаем на navigation.intem.selected.listener, передаем сюда item, меню item. Item это пункт меню, по которому мы тапнули. И мы используем оператор when, обращаемся к этому айтему, то есть пункту меню, и обращаемся именно к ID-шнику. И мы говорим, если мы кликнули по ID, если мы тапнули по вкладке с ID-шником home, item, то тогда мы подгружаем сюда фрагмент home. То есть также подгружаем виджет с ID-шником content, то есть наш frame.layout, вот этот frame.layout, который имеет ID-шник content. То есть здесь аналогичная запись вот этой, да. Потом, если мы кликаем по вкладке shop, с ID-шником shop item, мы уже подгружаем в этот frame.layout, в этот фрагмент класс shop. Если мы кликаем по вкладке избранное, то подгружаем, естественно, класс, ну фрагмент избранное, да. Вот, если подгружаем, если кликаем по, тапаем по вкладке account, item, то, естественно, подгружаем здесь account. То есть этот метод идет за пределами onCreate, метода основного, который наполняет наш activity версткой, да. За пределами метода onCreate мы используем метод, он переопределяем базовый метод onNavigationsItemSelected, и которым уже прописываем, что должно происходить при тапе по конкретным, скажем так, вкладкам нашего bottom navigations. Все, и теперь наш bottom navigations начнет функционировать. Давайте соберем проект. Я собираю проект. И смотрите, у нас активная вкладочка home, выгружается иконка с фрагмента home. Мы тапаем последующие иконки. Посмотрите, что происходит. Выгружаются последующие иконки. Я прокликиваю сейчас по всем пунктам меню, чтобы вы могли посмотреть, как это получается, как это выглядит, да. Вот так вот это и происходит, да. То есть у нас есть в activity bottom navigations, но контент мы выгружаем из различных фрагментов, которые мы раньше создали. Это один из самых популярных виджетов из библиотеки Material Design. Посмотрите, топовые приложения этот виджет используют. Это было, у этого, кстати, виджета есть такая небольшая очень история, которая связана с другими виджетами, да. Он связанная история с топ-апбаром и еще с bottom-апбаром, да. Первоначально, и когда вы помните, у нас внизу ничего не было. У нас в старых приложениях была наверху такая панель, да, где было пункт меню и различные иконочки, да. Но компания Google как-то решила, что не очень-то удобно это все дело использовать. Но это, наверное, вверх надо тянуть. Потом они решили, сделали bottom-up-bar. Bottom-up-bar, то есть верхнюю панель, просто тянули вниз, да, и сделали очень прикольный вырез у нее и еще круглую кнопку плавающую поставили, да. Но люди по-старому хотели, некоторые хотели наверх, тянуться наверх и там уже по старинке думали, не понимали, куда это все делалось, вниз переехало. Многим людям как-то странно, потому что люди все разные. И поэтому был создан bottom-navigations как компромисс, то есть вы можете использовать наверху top-up-bar, вот как вот даже на YouTube, да, это сделано, top-up-bar, а внизу есть bottom-navigations, панель навигации. Если, допустим, у вас нет bottom-navigations, если у вас нет, 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 предусмотрено в вашем приложении вот этой концепции bottom-navigations, то вы можете использовать bottom-up-bar, об этом еще будем говорить. Но опять же, bottom-up-bar и top-up-bar, bottom-navigations, это все предоставляется библиотекой материал-дизайн. Вот именно поэтому библиотека материал-дизайн это очень важный навык, у вас первоначально очень важный навык, без этого никуда вы двигаться далее не сможете. Поэтому я очень рекомендую записаться на курс, ссылка для записи на курс есть в описании, вы также можете мне написать в личку, я вас быстренько проконсультирую. В общем, это очень классное решение, и вы просто используете, я вам советую его использовать повсеместно во всех своих мобильных приложениях, ведь это очень удобный способ, на самом деле, очень удобный способ навигации, потому что вы сразу пользователю показываете свои самые главные разделы мобильного приложения, когда он может уже без проблем ориентироваться в вашем мобильном приложении. Ну, на сегодня у меня все, с вами был IT District, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, даже лучше напишите комментарии, потому что комментарии более продуктивно продвигаются по сравнению с лайками, да. В общем, это был IT District, записывайтесь на курс по материал-дизайну, и до встречи в следующих эфирах, всем пока.